Учитель Рижской 40-й средней школы, поставившая лайк в социальной сети Facebook под публикацией, вызвавшей в обществе большой резонанс, уволилась. Решение было принято самостоятельно, во всяком случае, так говорят в Думе и в школе. Однако данный факт возмутил родителей, чьих детей обучал этот педагог. Они считают, что школа потеряла хорошего учителя. В деле разбиралась Анастасия Дьяконова. Екатерина Зорина водит в сороковую школу ребенка, в первый класс. Уволившаяся учительница вела у ее дочери группу продленного дня. Если бы не весь этот скандал, мы, собственно, и не узнали бы о том, что что-то происходит не так. Потому что учительница, на мой взгляд, очень профессиональная. И я ей глубоко благодарна, как мама, что у меня ребенок приходил домой со сделанными уроками после группы продленного дня. И что касается каких-то внутренних правил школы, то если есть правило, что учительница должна вывести ребенка за руку, то все это так и происходило. Екатерина считает, что педагогу даже не дали право высказаться. А ведь этот лайк мог быть случайностью. По просьбе родителей мы созвонились с самой учительницей. Но комментировать публично сложившуюся ситуацию она отказалась. Полиция безопасности прислала нам письменный комментарий по этому делу. Во-первых, никаких проверок в отношении педагога не проводится. Во-вторых, уголовное дело возбуждено по факту распространения плаката, а не из-за лайка на фейсбуке. Действием педагога в социальной сети полиция безопасности не занимается. Комментарий рассказывать не буду. Факт констатирует. Татьяна Арсеньева написала заявление об разрубе трудовых отношений. Чем будет дальше заниматься учитель, директор не знает. Сегодня был ее последний рабочий день в этой школе. Игорь Ватолин, который сам когда-то работал в Рижской 40-й школе, считает, что устраивать травлю из-за лайка – это чрезмерно. Если бы этот плакат был изготовлен и распространялся этой учительницей, тогда другое дело. Потому что хорошо это или плохо – другой вопрос. Но работники системы образования – это государственные служащие. И когда ты, будучи государственным служащим, совершаешь тот или иной поступок, который так или иначе касается государства, то ты должен понимать, что ты делаешь и какие могут последовать последствия. Нам удалось созвониться с коллегами уволившегося педагога. Они также не захотели комментировать сложившуюся ситуацию. Анастасия Дьяконова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.